Всем привет! Сегодня хотел бы с вами поговорить о таком интересном вопросе, как наши дети и наше школьное так называемое воспитание. И хотел бы озвучить 7 пунктов, каким важным навыком детей не научат в школе. Я сам работаю в школе. Очень часто с детьми мы общаемся на различные темы. Бывают какие-то тренировки, мы уделяем 15-20 минут. Бывает и 30 минут именно на общение, а на обсуждение проблем, которые есть у детей в школе, в жизни. Стараюсь что-то им объяснить, рассказать интересного о тех вещах, которых на самом деле в школе не расскажут. И как показывает моя практика тренерская, а детей я тренирую уже много лет, много детей говорят о том, что родители уделяют мало внимания. И буквально на самые простейшие, на самые обычные темы они не разговаривают, не готовят своих детей к взрослой жизни. Многие родители думают, что их дети будут постоянно, всю жизнь маленькими такими. И что нужно их оградить от наших вот этих вот будней, которые творятся в жизни, от тех невзгодок, от тех сложностей. Стараются максимально их не нагружать, так сказать, детей. Но при этом, говорю, дети информативно не готовы к тем трудностям, которые у нас в повседневной жизни встречаются. Так вот, я бы хотел озвучить несколько таких вопросов. Нашел прекрасную статью в интернете. В принципе, я с ней полностью согласен, потому что у меня те же самые мысли, но более грамотно здесь все собрано. Я вам сейчас их зачитаю, а вы уже сами порассуждайте, подумайте. А стоит ли с вашими детьми говорить на эти темы или нет? Ну, по крайней мере, до вас я постараюсь достучаться, что ли. Так, первое, это у нас любовь к новым знаниям и самообучению. От насильного и неинтересного пичкания всем подряд детям становятся ненавистны новые знания. В людях губится любопытство, именно в наших детях, и тяга к новым открытиям. Они превращаются в омедную среду массу потребителей. Но каждый разумный человек желает стать творцом и менять наш мир к лучшему. Родители, вы настолько грузите детей различными секциями, различными дополнительными упражнениями, заданиями, что вашим детям просто некогда жить. И при этом у них начинается реально отвращение ко всему происходящему. Я это вижу практически на каждой тренировке. И многие дети даже признаются, что с удовольствием они приходят на карате, где можно вот именно просто расслабить свою голову, свой мозг и физически просто выплеснуть весь этот негатив, который скопился в них за день, за два. Следующее, в жизни в школе этому не на ужин. Это любовь к правде и жизнь по совести. Чтобы избежать наказаний, плохих оценок и так далее, дети учатся списывать у соседей, делать шпаргалки, врать учителю и родителям. Насилие, манипуляции – это переживки каменного века. Учитель, прежде всего, должен взращивать в человеке любовь ко всему хорошему и защищать от всего вредного. Контроль эмоций, защита от манипуляций, умение фильтровать информацию. Вы должны со своими детьми уже разговаривать на эти темы. Вы должны уже их этому учить. Это ваша прямая обязанность. И родители, и учителей. Учителей я, извините, ничему не собираюсь учить. Как вы учите, так учите. Но родителей бы я призывал именно с раннего возраста начинать уже прививать те или иные качества. Объяснять им элементарные вещи. Чтобы не было у них головы из этой каши. Третий пункт. Построение гармоничных отношений. Как найти вторую половину с первого раза. В школе вообще не учат. Зато учат правильно пользоваться контрацептивами. Отсюда их вечные несчастные поиски методов перебора. Достаточно лишь понять, что искать никого не надо. То, что ты заслуживаешь, то и получишь. Идешь к правильным целям по жизни. Получишь хорошего спутника. Будь то настоящий друг или твоя вторая половина. Многие семьи распадаются в первый год совместной жизни. Их не научили отличать настоящую любовь. Чувство гармонии от влюбленности. Чувство половых гормонов. Сильных людей, готовых преодолевать любые трудности. Работать над собой школа тоже не готовит. Поэтому люди часто сдаются. Спиваются, окончают жить суицидом. Я, честно скажу, много очень видел молодежи. И не только молодых. И более зрелых людей. Которые на самом деле не могли понять, почему у них не складываются взаимоотношения с человеком, с которым они связали свою жизнь. Когда начинаешь с ними разговаривать более подробно, пытаешься сначала выслушать, в чем проблема, и начинаешь объяснять. И когда, конечно же, я узнаю, что первое, что повлияло на их союз, на создание союза семьи, это сексуальное влечение. Так вы мне извините, я всем объясняю. Сексуальное влечение это будет год, два, максимум три. В дальнейшем, если нет духовного возблизости, семья распадется. Что, собственно говоря, и происходит. Еще хуже бывает, если у такой негармоничной пары появляются дети. Семьи разваливаются, дети брошенные. Еще хуже, когда отцы делают вид, что, извини, моя хата с краю, не платят алименты, не поддерживают семью, не поддерживают ребенка. Это, конечно, очень печально. Ну и есть у нас второй нюанс, вторая сторона монеты. Это, я называю их мамашами, которые в силу своей обиды, каких-то комплексов детских, и нездорового мышления запрещают, мешают и не дают встречаться отцам с детьми, с родителями. Я об этом знаю не понаслышке. И это тоже, конечно, удручает. Но опять же, все это идет от того, что в свое время людям не объяснили, что все на самом деле очень серьезно. И если нет духовной близости, то никакая телесная близость вам в этой жизни не поможет. Четвертый пункт, то, чему не научат в школе, это трудолюбие. Как вы знаете, сейчас у них, у учеников, у школьников нету. Как вот у нас раньше в свое время, после окончания уроков, дежурили по несколько человек. Это у нас было нормой. Убрать класс, помыть. Мальчики, как правило, стулья убирали, доску протирали, полы протирали с девочками, цветы поливали, пыль вытирали. Элементарная уборка в кабинете. Это было у нас нормой. Мы приучены с детства были к чистоплотности, к чистоте. Сейчас этого нет. Целая в школах, в садиках, везде армия техничек. За детей все моют везде, убирают, а дети такие ходят и не при делах. Это неправильно. Самое интересное, что на тренировках в последнее время я начал практиковать физический труд, в том числе уборка зала после тренировки либо до тренировки. И я вам скажу, многие дети активно вызываются помогать. Я даже это фиксирую на фото, видео для родителей. И в родительский час сбрасываю. Они очень удивляются. Говорят, а почему-то дома не проявляют желания. Я говорю, так не проявляют желания, потому что вы не привлекаете своего ребенка. Я помню себя в детстве. Я заходил на кухню. Родители у меня работали с утра до вечера. Я заходил на кухню, вымывал всю посуду, промывал все столы, полы. Постоянно вся уборка, дом везде, ванная, туалет, все везде было идеально. Я всегда за этим следил. Это было нормой. Но сейчас же дети наши почему-то не привлекаются к домашним хлопотам. Это очень плохо. Очень важно здоровый образ жизни, правильное питание. Но этого нет. Вы посмотрите, все знают, во-первых, что дрожжевой хлеб, да еще и белый, это катастрофа для организма. Взращивается грибок. Но почему-то об этом никто не говорит. В наших столовых детских посмотрите, в школу зайдите или в садик. Какой там хлеб детям дают? И хлеб ли это? И можно ли это хлебом назвать? Но опять же, это все от того, что наши родители, наши руководители, в том числе работники столовых, они наплевательски относятся к этому. Они не осознают всю серьезность. И любой, более-менее толковый руководитель, которому не безразлично здоровье детей, в первую очередь, и граждан, не бы давно уже начали бить тревогу, отменили бы весь этот белый хлеб. В Толбакане, я знаю, что в малинниках пекут хлеб бездрожжевой. Мы всегда хлеб берем так. Потому что, если вам будет интересно, и вы заинтересуетесь этим, вы изучите вопрос, что такое дрожжи, вы поймете, что вы травите себя и травите своих детей. Что еще в наших столовых детям дают? Макароны, крахмальный кисель. Это что у нас? Это привет диабету. А как могут образованные люди употреблять фастфуд? Алкогольный, табачный яд. Очередь в Макдаке, вы посмотрите в эти все. Киевси и Бигмаковые. Просто ломятся народы. Я не знаю, вот у нас еще как-то в Абакане таких точек немного, и то их полно. Но летом ездил в Красноярск, Новосибирск, Иркутск. И чем больше город в прошлом году, в Екатеринбург ездил, я вам скажу так, там они ломятся от людей, дураки, они едят, не, не, не едят, они жрут эти гамбургеры, запивают их колы, не понимая, что они себя убивают. Я вообще поражаюсь. Смотрю на людей, и такое ощущение, что жиром мозги заплыли. Человек, который смотрит постоянно, зомбоящик, у него мозгов вообще в голове нет. Он вообще не думает, что творит. Вот это поражает. Самое интересное, это дошло и до нас, до Абакана. И я часто вижу, когда дети в сухомятку что-то идут, там какую-то пиццу купят, или там гамбургер, или что-то еще, и идут, и еще колы там или пепси запивают. Даже тихий ужас. Я думаю, а куда родители смотрят? Почему родители не внушают детям, что это яд, что это отрава? Почему вы, родители, не внушаете это своим детям? Почему вы не учите их, что, чем и как правильно питаться? Да, со своей стороны, я им туда вожу информацию, но этого недостаточно. Это должны говорить и учителя, и в первую очередь родители. Потому что родители находятся с ребенком большую часть времени. От вас зависит, что вы купите, в холодильник положите, и что будут есть ваши дети. Большой призыв. Изучите этот вопрос. Если надо, пишите в комментариях. Я для вас попробую этот вопрос подробно разобрать, и так же с вами побеседовать. Но опять же говорю, все зависит от вас. Если вы не захотите, ничего не изменится. Чему не научат в школе? Не научат финансовой грамотности. Чему учат в школе детей? Если после нее люди влазят в кучу кредитов, начиная с ипотеки, кончая кредитом на телефон, почему большинство не получается вести учет бюджета, копить, откладывать? Ведь копить гораздо выгоднее, чем брать кредиты. Даже если ты снимаешь квартиру и копишь на свою, это выгоднее и быстрее, чем выплатить ипотеку. Вы часто видите людей, которые читают договоры, прежде чем их подписать? Вообще часто видите? Я сомневаюсь, что больше 70% вообще задачивались прочтением договора. Многие соглашаются подписать договор, не вчитываясь, лишь бы дали денег, лишь бы дали кредит, лишь бы дали ипотеку. Попробуйте почитать, что там пишут. Это кабальские проценты неуемных, ненасытных банкиров. И все это идет через наш кошелек в прямом и переносном смысле. Счастливые люди инвестируют деньги в интересные и полезные проекты. Они с частными устраивают из квартир склад ненужного и даже вредного хлама. 10% всех доходов накоплений ежемесячно. Обернитесь сейчас по сторонам, посмотрите, сколько лишнего хламья в ваших квартирах. Попробуйте поразмыслить и порассуждать, а нужно ли оно вам? И почему вы стали такими сборщиками барахла? Подумайте, кто вас убедил или что вас убедило стать такими потребителями. Подумайте, что заставило вас стать такими потребителями. Это зомбоящик в интернет. Как только вы в интернете набираете какой-то запрос по машине, квартире, любой вещи, обратите внимание, когда вы в следующий раз зайдете в интернет, какие у вас рекламные ссылки будут слева или справа или сверху или снизу. Будет сотни предложений подобных товаров. Я вас уверяю, если вы еще не обращали внимание, попробуйте, посмотрите. Ну, а то, что вам показывают по зомбоящику, я вообще, честно скажу, тихий ужас. Хорошо, что я уже четыре года его не смотрю, но самое худшее, что происходит, это то, что мне приходится общаться с телезрителями, с зомбированным стадом, которые лупятся в этот ящик сутками с утра до вечера, сутками напролет, тупеют, жрут гамбургеры и на что внимания не обращают. И все у них якобы хорошо. Подписывают любой договор не глядя. И еще такой важный момент это знание истории. Чему все эти многолетние уроки истории, если в итоге ученик не понял ее главных уроков? Кто и до чего на самом деле построил пирамиды? Кто и как организовал проекты Османской империи, Наполеоновская Франция, Гитлеровская Германия? Что такое Евгеника, фашизм, марксизм, большевизм? И почему идею невозможно задать законам и танкам? Кто и как организовывает революции? Что такое перестройка? Кто и как ее организовал? Что такое информационная война? Ведь народ не знающий свою историю не имеет будущего. Читайте книги. Именно те люди, которые читают книги, будут управлять теми, кто смотрит зомбоящих. Всем удачи! Подписываемся! Ставим палец вверх! Пока-пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...